У нас очень хорошая будет традиция кинезависимости, кто из нас останется, не останется, кого даже переизберут, не переизберут, наверное, это надо будет поддерживать. Как говорится, есть такая программа «Знаем ли свой край» и как раз она поможет. Много лет живем в Кингисепском районе, здесь очень много таких достопримечательностей, к сожалению, мы еще все их не видели. И хорошо мы изучили, и трудилось, и любой район, который мы приедем, здесь на что посмотреть. Александр Владимирович, сегодня у тебя будет такая возможность рассказать о своих проблемных вопросах, которые на протяжении нескольких лет не решаются и нужны там районы, будем говорить, областная поддержка. Мы эти вопросы обязательно с вами в возможный контроль, и хотелось бы, чтобы каждый из вас выбрал по своим поселениям пять глобальных вопросов, пять, и мы потом согласно тех денежных осигнований этого бюджета, которые есть у вас, у района, могли сформировать, и будем совместно с вами выходить на область. Если где-то сейчас есть и нацпроекты на фигуралов, и пробовать, наконец-таки эти вопросы по-большому решать. Вот на что хотел бы обратить внимание. Не верю в работу должности исполняющих обязанностей, почему я вам так говорю подробно, как и вас все касается главных поселений. На что обратили внимание, и город вообще перестал этот бюджетный пауз. Я хотел бы сказать, серьезно, я бы приглашал, хоть не окушен, не подметет, не дырчет, что он до дырного камня под 10 сантиметров грязи. Я хотел бы говорить о чем, что он недели, недели, месяцы не убирается, не улетется в городе. А это просто халатность, расхляпанность. Я предполагаю, что я говорю, такая тенденция, на что мы обращать не можем. Кто не готов работать, еще раз говорю, будучи самостоятельно, не ставить заявление, сказать, Юрий Иванович, не готов, не справляться. Будет по-честному, правильному и оправимому. Так эти деньги просто. Но жители города не должны ходить по району, поить и трущобы и все это содержать. Тем более денег у нас в бюджете хватает. Всем сказал, посмотрите внимательно на бюджет. Сегодня бюджет доступен в интернете. Если зайти на сайт, все должны знать, что своих замов попросил записать на бюджет Семенович. Потому что никто из замов не знает, что такое конституционный бюджет, что такое бюджет в районе, что такое бюджет в поседине, как он состоит, что такое доходная часть, что такое расходная часть и как должны они исполняться по месяцам. Все ходят на календарь, когда будут и смотрят, и увидят, что восьмой месяц уже заканчивается. Уже восьмой месяц заканчивается. И мне потом в конце года, я не буду губернатору рассказывать, что он пришел в конце августа или в начале сентября за показатели будущих наших замов. Те вопросы, у кого низкие показатели, будем разбираться и понимать, почему такая ситуация плохая. И искательники, если не редко подменив руководителя органа заместителя, будем разговаривать с органом заместителя. Почему такие низкие показатели у нас в картинной линии. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами все-таки, еще раз говорю, не работали в плане старших, в плане младших, работали в плане команды, работали каждый отвечать за свое поселение. Вы для этого и поставили главу поселения, для того, чтобы наводить порядок. Если вы справляетесь самостоятельно, можете подъехать, и еще раз, если кому-то не знаком, обращайтесь, пожалуйста. Потому что, когда вот приехали на прошлую неделю, попал, как это, в какую-то фронтовую зону. У нас есть несколько людей, которые, вы понимаете, не нужны по-любому. А то, что загажены все побережья, все участки в лес не бы дали зайти, не заедут. Почему-то это никому не интересно. Почему-то эти наши люди, активисты, этим не озадачены. Почему-то вы не озадачены, что береговые линии у нас все в свалках, мусорках. Вот на что надо обращать внимание. Прежде чем притиковать, наверное, предлагать решение вопроса. Предлагать. Вот пришли, говорю, Юрий Иванович, у меня вот такой есть вопрос. Предлагаю, для этого нужно провести субботник, нанять какую-то технику, не нужны какие-то финансовые подкрепления для того, чтобы пришли. Только вот с обочины нашей вот этой трассы, хоть она не наша федеральная, в год выводится по 60 тонн мусора. Вы представляете, за год ездят машины, останавливаются, и весь этот мусор у нас свободен. Почему-то активистов наших это не беспокоит. Вот почему. А я скажу почему. Потому что все пытаются использовать какие-то передвыборами, какие-то свои дивиденды, а не сделать пользу район. Вот почему. Если бы мы думали о пользе, и не о каких-то там дивидендах, изберут меня сегодня, изберут, буду я завтра главой, не буду, а просто честно я буду. Открытая работа, наверное, такого не будет. А мы целых полгода не могли разобраться, нужен нам полигон или не нужен. Когда я говорю, мы, вот городская свалка, мы летели в Кингисейхе, понимаем, километр от города, нужно 500 миллионов рублей на ее рекультивацию. Надежда Симонна, в своем бюджете найдем когда-нибудь такие идеи? А сколько лет уже этой свалки, в Кингисехе? 17 лет она работала. Вот именно. И почему-то ни один активист не говорит про это. То, что в километре от нас, она ведь до сих пор клеит, что там нужно работать, и этим надо заниматься. Именно сегодня. Когда мы с людьми перестали разговаривать, отсюда вот и кто-то пытается на этом сделать свои дивиденды. Мы-то в основном понимаем, что это нужное дело. Впервые в России мы переступили, будем говорить, такому глобальному вопросу, как работа с отходами. И мы понимаем, это десятки, сотни миллионов рублей. И когда там написали 40 с индусской цветочками, то с этими, на каблуках, это правильно. Почему-то Европа и весь мир уже может на своих полигонах разных цветов играть, а мы почему-то должны ходить в грязи. И это нужно, просто его надо делать цивилизованно, в рамках, красиво. И, конечно, для нас это будет только плюс, если мы свои веса, реки, освободим от этих тонн, десятки тонн юсер. Идет какой-то дядя, и за нас все решит. Да за нас никто с вами не решит, потому что мы здесь все сидящие и руководители. И таких вопросов у нас с вами, к сожалению, очень много. И нам придется засучить рукава. Мы не будем ждать выборов. Мы сегодня уже работаем, и работу свою должны делать несмотря ни на что. А после выборов просто засучите рукава. И более так уверенно, потому что у нас те, кто останется, срок довольно-таки большой, как я должен сделать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные вопросы выбор. Как мы говорим, в рейтинг пяти вопросов, которые необходимы для каждого поселения, в том числе и вам, города, и Кубисеппе. Просто пока к их души я вам высказываю, вы, говорю, кто со мной вокруг, вы знаете, что я растачиваю цену людей, принимаю все за дело. В городе, хоть смотрю, стали пицинки ходить, хоть мы много стали за это не делая, уже окашивать какие-то зоны, пригласил к себе компанию коробки и тоже объяснил, что против них у них нет никакого организа, но нарастает. Если люди не справляются с работой, им делать в нашем районе нечего. У нас текущая ситуация по Иван-Городу. В этом году город активно участвует в государственных программах по различным направлениям. Формирование комфортной среды у нас выполняется благоустройство к подходам пункта пропуска Парусинка на улице Пионерской. Многострадальный наш объект строительства плавательного бассейна в Иван-Городе. Наконец мы уже примерно видим финиш реализации этого проекта. Проект большой, 500 миллионов, выделен в зависимости от большого бюджета. Иван-Город участвует активно в программе расселения ветхого и мариного жилья. У нас в этом году мы подали практически все документы. Осталось по земельному участку предоставить в комитет по строительству Ленинградской области. И начало реализации проекта у нас запланировано на 20-й год. Ну и большой проект у нас начался в этом году благодаря поддержке правительства Ленинградской области. Это третий этап речные променады, которые выполняются в рамках проекта Эстония-Россия. У нас подписан гранд-контракт. Завершена первая часть проектирования. Это стадия П. Уже подготовлены, представлены у нас на прошлой неделе все документы. Сейчас разрабатывается уже рабочая часть проекта. Мы планируем, что до 1 декабря мы получим уже проект, прошедший экспертизу смертного расчета. И приступим уже непосредственно к реализации. Я думаю, что весной у нас уже активно начнутся работы по проведению нашей набережной согласно тому проекту, который разработали. Уверен, что этот проект станет действительно жемчужиной нашего города, станет очень популярным и не только для туристов, но и для самых жителей Вангольда. По проблемным моментам в ходе своей работы неоднократно сталкиваюсь с этим. У нас таких три было проблемных. Это реконструкция второй школы, это строительство ледовой площадки компании «Газпром Инвест». И пограничники тоже к нам обратились. Они строят тоже по международному проекту базу для своих котировок. Везде одна и та же проблема. Это устаревший генеральный план, устаревшие правила землепользования, землепользования и застройки. То есть любой участок, который мы предлагаем под развитие, под строительство какого-то объекта либо проведение реконструкции, мы всегда упираемся. Всегда это через комитет архитектуры Ленинградской области. А это, ну, вот, ледовой площадкой уже больше года мы занимаемся, никак не можем сформировать земельный участок. Ну и, соответственно, мы тормозим показатели, которые на сегодняшний день в приоритете. Это утверждение территориальной зоны, да, установка на учет. Да, то есть мы по этим показателям в этом году удаем море. То есть мы ни одну зону представим, мы тоже, в общем-то, из-за этой ситуации. Поэтому мы уже подготовили на вас обращение, с поездкой. Конечно, самим нам не потянуть, это достаточно дорогостоящий проект, но, тем не менее, я думаю, что если администрация района нас поддержит, мы совместными усилиями подготовим взвешенный, обоснованный генеральный план нашего города. Он позволит, конечно, привлекать дополнительные инвестиции и смотреть уже в будущее, и определить точки развития Ивангорода, потому что потенциал на сегодняшний день достаточно большой. Мы смотрим уверенно в развитии туризма, создание дополнительных рабочих мест благодаря развитию малого и среднего бизнеса, появлению небольших предприятий в сфере туризма. Ну и, конечно, то, что президент наш подписал указ о введении для Ленинградской области Санкт-Петербурга электронных виз получит дополнительный приток иностранных туристов, которые будут проезжать в том числе и через границу Нарво-Иванго. Поэтому нам, конечно, хотелось бы не остаться на обучении, а быть полноценными участниками всех этих изменений и всех этих потоков и все-таки оставлять туристов на нашей территории, тем более, что у нас есть что показать, есть о чем рассказать. Многовековая история Ивангорода, в общем-то, это наша гордость. Многолетняя проблема Ивангорода, наверное, с момента создания и появления границы Российской Федерации через пункт пропуска Нарво-Ивангород, это создание транспортного накопителя, в котором очень сильно нуждается город, весь транспорт, особенно выходные дни, с пятницы по воскресенье. В зимнее время суток машины постоянно работают, то есть это экологические, тоже большие проблемы. Жители частных домов, можно сказать, задыхаются, ну и фуры, вы уже про фуры сказали, которые стоят вдоль обочины федеральной красы, ну это тоже очень большая проблема с точки зрения безопасности, с точки зрения экологии. Пока не решили вопрос, а нашли алгоритм решения, пока есть, он пока притворяется в жизнь, не тороплено, вот он, естественно, согласован с губернатором, вот пока на высших кругах там рост границы, и ФСБ. Поэтому, я думаю, да, мы сумели этот вопрос тронуть с мертвые точки, и надеемся, сейчас вот по принятым решениям внести изменениями закон, нам позволят, введя в долгосрочных каких-то решений этот вопрос, в этом году уже будем решить. Но главное есть понимание, что вопрос такой был, который, правильно, десятками лет не решался, вот сейчас, надеемся, мы с вами его решим. Мы делаем гемографики, работа индукция, и в доме компания, у нас поселок отслуживает платы, там проблем нет, там уже сто процентов готовности, котельная рыбольная кошка на сухо отслуживает, поэтому у нас все нормально. Мы у нас тоже по любым обращениям, помните, мы не отказали, там группа, здесь мы те же самые путь официальный, которые по городу идут и все. проведение вот этих митингов мы отказали, потому что у нас территория передана подрядчику на ремонтные работы, в том числе вокруг ЦИЗБ. На нашей территории у нас, к сожалению, нет, в поселке мы уже так, по мониторию тоже не сегодняшние люди идут. То есть вопрос не решен, возражающих нет, то есть все так. Пока все нормально. Отлично. Высказывайте в СМИ свою, будем говорить, позицию, чтобы люди понимали все-таки настроение, чтобы было доступно, цивильно, красиво, и самое главное, чтобы это было все соответствовало в рамках, будем говорить, законности. Установка спокойная, социальная. Субботу отпраздновали где-то в СМИ. Замечательно отпраздновали на строящейся, в апреле на властном узорке на летней эстраде. Территория новая, всем очень порадовались, люди все довольны. По программам властных, по институту дорожного хозяйства мы сфотировали в этом году в программе подвес социально-значимом объекта нежного практически. Все у нас один, два, два. Да, огромное за это спасибо. Жители очень довольны. Все вас приняли на ура и все равно мы благодарны в программе, в правительстве. У нас в деревне Большой Косомеша ведутся работы фонда капитального ремонта на поколитных домах. Проволь отремонтировали на доме номер 18. Конечно, были большие проблемы, но сейчас фонд устраняет те аварийные ситуации, которые они создали при протечке крови. На двух домах идет замена электрооборудования и электрозаземления. Ну и 17 августа у нас в Пустомире прошел праздник деревни, праздник прошел на хорошем уровне. Значит, на этом празднике мы поблагодарили своих жителей, вручили благодарности, грамоты всем гражданам, которые много лет работают на предприятиях, которые работают на территории нашего поселения. Это и акционер, так что акробалка, и СПЖКП, и почта. Все сферы были у нас задействованы. Музыкальная обстановка спокойная, к отопительному сезону все предприятия готовы, по теплу у нас вообще нет проблем, там 100% готовность. Промывка домов будет происходить в ближайшие дни. На прошлой неделе у нас прошел совет депутатов, мы заслушали все организации, в том числе по подготовке к зиме, и организации, которые нам не подчиняются на нашей территории, находятся, и школа, и детский сад, руководители тоже рассказали о своих успехах и проблемах. По программе по борщевику у нас тоже прошел первый этап, в конце августа будет второй, но в общем-то это нормально, первый этап прошел положительно, хотя работала новая организация в этом году первый раз. Мы в этой программе уже давно, тоже есть, конечно, положительные результаты по этой программе, есть и отрицательные, потому что мы прошли уже пятилетний цикл, там, где мы работали, и, к сожалению, в связи с тем, что эти территории потом никак не осваиваются, ну, результат такой, что борщевик-то никуда не девается. Мы-то боремся на своей территории, а вот земли сельхозназначения, где у меня совхоз де юра существует, а де-факто только часть земель передает в аренду зао Аполи и зао Пустомеджа, естественно, их штрафуют, но их штрафуют раз в три года. А вот идет полный уход. Дороги, дороги, вы знаете, за что их глобально, что их делали, ну, латая по секундочку. Ситуация уже начну выросла вчера, фотография там, на самом деле, одна точка, одна точка, и люди, сами же, когда проживающие, помыть и на вывозе периодически, в этом году у нас вывезено почти 600 кубов, то есть, сантиметров и саловок и по множеству. Это мы тоже еще раз повторно уберем, потому что я думаю, что вывезти будет в конце уже августа, когда уж мы будем на Эстонию потом дать их. По вашим словам, мы подходит, что до ноября будем жить вот так только, как есть, то есть, до ноября мы все вывозить не будем. Наоборот, будем вывозить, пока будут средства. Средств, на самом деле, в бюджете, но их мало. Просто, я еще раз говорю, надо уметь правильно располагать приоритеты. Протеста к лаборатории не было. Абсолютно стабильнее. Акорий не участвует в программе Горьшевику, мы решили бороться сами вместе с ЗАО Акори. Потому что очень неэффективно. Пусть там... И оцен... Мы еще за оценку эффективности должны 31 тысячу заплатить. Вот в чем дело, с плюс к этому. Поэтому решили попробовать немножко другой вариант борьбы с Горьшевиком. Все дома промыты у нас, их 11. Ну и как раз по докладам, которые состоялось на предыдущей неделе, готовность достаточно высокая. У нас прошел большой праздник под патронажем правительства Ленинградской области Яблочный Спас на очень высоком уровне. Программа была очень хорошей и разнообразной. То есть, что нам, в первую очередь, нужен, там, допустим, мост, дорога, школа, детский сад, а потом все сразу не построят. И пусть определяют из пяти вопросов там два главных на ближайшие перспективы. Выбрали, а дальше уже не ходите, не шумит, что почему строим школу, а не строим мост. Потому что денег на все нет. Вот на этот девятнадцатый и двадцатый год мы сумеем со своего бюджета построить только мост или школу. Ну, должны люди определиться, что должны. И тогда к нам не будет вопросов никаких. Так, вот, на самом деле. Потому что все понятно, а потом все и сразу. Спорт, городки, капитальные ремонты школы, дворы в школах, асфальтирование, дороги к социально значимым объектам. Внимательно изучите и давайте в индивидуальном порядке со мной отрабатывать. Я прошу каждого из вас обратите внимание на свою территорию. Давайте со мной в индивидуальном порядке отрабатывать, составлять паспорта поселения. Мы понимаем, что у вас дотационные поселения, и вы сами не сможете запроектировать. Но я еще раз говорю, что я не думаю, что глава администрации посмотрит отрицательно, если вы сможете в поселение приближить 250 миллионов. Ну, вы же взрослые люди. Давайте писать заявки, давайте рассматривать. Благодарность губернатора Ленинградской области объявляется председателю Совета общественной организации ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования город Ивангород Кингисепского района Пахалуева Верия Андреевна за вклад в развитие ветеранского движения. АПЛОДИСМЕНТЫ Россию служу сетирану. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОРОДИСМЕНТЫ СПОКОРОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok